Киностудия Олоу Нурмедзи представляет Дитя моё Мог бы хотя бы раз отвезти нашу дочь в садик. Разве это так трудно? Сейчас опять начинаешь. У меня отличное настроение, не порть его. Ты думаешь только о работе. Удели хоть немного времени своей семье, мне, своей дочери. Что я должен делать? Я ведь не могу каждый день сидеть дома ради вас. Ты нас не обвиняй. Всё, что ты делаешь, это в пределах своего интереса. Хочешь стать успешным бизнесменом? Не путай своё тщеславие с заботой о семье. Слушай меня, Дельнас. Прекрати спорить со мной. Ты лучше одевай её и отведи в садик. Не буду. Это ещё почему? Я тебе приказываю. Не спорь со мной. Не нравятся мне твои манеры. Вчера она очень долго капризничала. Хотела, чтобы ты отвёл её в садик. Даже её подружки спрашивают, где твой папа? Но ведь это не значит, что я должен отводить её. Ты же можешь объяснить ей всё как мать. Могла бы сказать, у папы много дел. Он с утра до вечера работает, ради нас трудится. Всё, что он делает, это только ради нас, а не ради других. Ведь можно так сказать? Да? Чего ты хочешь от меня? Хочешь испортить мне настроение с утра? Мы просто нуждаемся в твоей любви. Всё, хватит. Прекрати. Двадцать мужчин ждут меня на улице. Я ещё не ответил ни на один звонок. Я даже не вышел из дома. У меня столько проблем на улице. Я тоже хочу быть со своей семьёй. Что мне делать? Не успеваю. Давай, одевай ребёнка и отведи в садик сама. Я с тобой вечером поговорю. Вечером приходишь и ложишься спать. Каждый день одно и то же. Захро, сегодня они опять поругались. Они никак не могут найти общий язык, мама. Они ссорятся из-за пустяков. Боже мой. Почему они поссорились на этот раз? Да пустяк. Кто должен отвезти ребёнка в садик? Дети, ну-ка, поторопитесь. Поели? Давайте скорее. Иначе опоздаем. Да, мы покушали. Мы готовы. Ирода? Да. Идём, дочка. Сегодня я отведу тебя в садик. Ладно. Пойдёшь со мной. Как только мы открыли крышку этого каменного очага, такой вкусный запах окутал нас. Ого, у всех появился бешеный аппетит. Каждый съедает 2-3 килограмма мяса, как не бывало. Да ну, а то. Ай-яй-яй. Ой, милая моя. Это ты сама написала? Да. Получилось очень красиво. Угу. Добрый день, брат. День добрый. Мы тебя целую вечность не видели. Ты что там пропал? Дядя хорошо выспался? Да. Смотрите-ка, какие люди. Почему так рано встал? Ведь всего 12. Сестра. Что сестра? Мунис, ты разговариваешь с сестрой? В последнее время она вообще не звонит. Как только она поругается с мужем, сразу звонит мне. А когда в последний раз поговорили? Почти каждый день говорим. Угу. Доченька, где твоя мама? Она пошла в магазин. Да? В магазин? Оказывается, в последнее время они очень часто ссорятся. Почему? Из-за чего? Ведь у них есть всё. Мелочи. То, говорит, он должен отводить ребёнка в садик, то не хватает его внимания. Она просто делает из мухи слона. Хм. Никак не могу её понять. Никак. Такие ссоры могут привести к разладу между супругами. Неужели она этого не понимает, а? Не знаю, брат. Понятия не имею. У меня плохое предчувствие. Я сам должен ей позвонить. Иначе не успокоюсь. Папочка, значит, поедем к Родзе? Доченька, никто никуда не собирается. Сначала я позвоню. Если её папа разрешит, она сама придёт к нам в гости. И вы вместе поиграете, ладно? Хорошо. Ладно, договорились. Ребята, идёмте поиграем с Рустамом. Да, пошлите. Вот они, там стоят. Спросим, где Рустам. Пошлите. Здравствуйте. Привет. Как вы, ребята? Брат, а ты знаешь, где Рустам? Да, они только что ушли на озеро. Поиграть. Тогда давайте мы тоже пойдём к ним. Да, пошлите. Если хотите, я сам вас отведу. Да, было бы здорово. Не пропадайте там долго. Хорошо. И не испачкайте одежду, хорошо? Почему ты так строго обращаешься с ними? Пусть спокойно поиграют. Давайте, мы будем смотреть телевизор. Давайте. Не хулиганьте. Ладно. Стойте. По-моему, Ирода ещё маленькая, чтобы уходить на озеро. Правильно. Брат Мансур прав. Да. Ирода, ты оставайся дома. Я не хочу оставаться дома. Мне скучно. Тогда иди, спроси у мамы. Ирода, мы тебя здесь подождём. Хорошо. Папа, можно я поиграю с сёстрами? Можно? Доченька, ты же видишь, я работаю. Спроси у мамы. Ладно. Чего, солнышко? Иди, спроси у мамы. Я очень занят. Мама, можно мне поиграть с сёстрами? Я вас люблю, мама. Я тоже тебя люблю. Иди поиграй. Да, возьми свою игрушку. Красавица моя. Папа, я вас обоих люблю. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Всё, успокойся. Как мне жить? Всё, успокойся. Пожалуйста, успокойся. Всё. Всё будет хорошо. Мама, мамочка. Мама, как мы это переживём? Мама, за что? За что нам такое испытание? Боже. Успокойся. О, Господи, за что? Нет. Не найти ни в чём мне утешение. Терзает боль, как дикий злобный зверь. Преследует, как тень, тяжёлые сомнения. Уже растёт протест. Не верю, не верю, не верю. Сердцем я и не хочу поверить, что ты ушла, прекрасный мой цветок. Тоску мою, печаль ничем нельзя измерить. Мир без тебя стал пуст и страшно-одинок. Country, через протеста, Хожу, как тень, Душевной скорбью истекая, Слезами знаю, Горь просто не помочь, молюсь. Родной твой образ к жизни призываю, И сдерживать рыдание я, Поверь, не в мочь. К тебе, моя любимая дочурка, Обращаюсь. Как дальше жить? Тобой не бредить наяву. Я от твоей могилки ухожу, Но не прощаюсь. И за ответом вскоре вновь К тебе приду. Нет, не найти ничьего, Ни потешения. Терзает боль, Как дикий злобный зверь, Преследует, как тень, Тяжелые сомнения. В душе растет Отец. Не верю, Не верь, Не верю, Сердцем я И не хочу поверить, Чтоб ты ушла, Прекрасный Мой цветок. Тоску мою, Печаль ничем нельзя измерить. Мир без тебя стал пуст И страшно одинок. Мама, Покушайте что-нибудь. Так вы можете заболеть. Мама, Вы давно ничего не ели. Может, мне принести что-нибудь? Дочка, Я ничего не могу сейчас есть. Мы Потеряли ребенка, Моего дитя. Мама, Не мучайте себя так. Зафара и его жена тоже не хотели пообедать. Если они не возьмут тебя в руки, Они тоже могут заболеть. Дядя уехал. Он уехал на машине. Я тоже его видел, брат. Куда? О, Господи, Дай мне терпение. Дай мне силы терпения. Господи. Мама, Мама, Может, Позовем Дельнозу еще раз? Хотя бы Выпить чаю. Дурдона? Да, сестра. Позови Дельнозу. Хорошо. Мама, Не переживайте. Даст Бог, Все будет хорошо. Вы только берегите себя. Да, Все наладится, Даст Бог. Баю, Баюшки, Баю. Не ложисься на краю. С краю свалишься, Переплачешься. Придет серенький волчок, Тебя схватит за бочок, Тебя схватит за бочок, И утащит в лесок Баю, Баюшки, Баю. Сестра! Баю, Баюшки, Баю. Я скатаю валенки, Доченьки на ноженки, Бегать По дороженьке. Баю, Баюшки, Баю. Мама? Да? Что? Позвала дельнозу? Почему ты так побледнела? Все в порядке? С дельнозом что-то случилось. Ну говори же, Почему молчишь? Что стряслось? Господи, Что случилось? Мама, Она сидит и поет колыбельную, Держа на руках мишку и роты. Мама. Боже мой. О, Господи. Мама, Не расстраивайтесь. Мама, Не переживайте. Все будет хорошо. Баюшки, 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 Не ложисься на краю. С краю свалишься, Переплачешься. Придет серенький волчок, Тебя схватит за бочок, Тебя схватит за бочок И утащит В лесок. Баю, Баюшки, Баю. Сестра! Баю, Баюшки, Баю. Я скатаю валенки, Доченьки на ноженки, Бегать по дорожке. Дельноза, Баю, Баюшки, Баю, Солнышко моё. Ребёночек мой, В последний раз она сказала, Что любит меня, Потом ушла. Ушла навсегда. Доченька, Всё будет хорошо. Успокойся, пожалуйста. Это я во всём виновата. Не говори так. Я виновата. Она меня покинула. Успокойся. Я должна была умереть. Не говори так, пожалуйста. Я должна была утонуть вместо неё. Мы не смогли спасти мою дочь. Почему, моя дочь? Вместо тебя я должна была умереть. Я должна была утонуть, Доченька. Я... Не говори так, Дельноза. Я должна была умереть. Я... Пожалуйста. Я должна была умереть. Но успокойся, Дельноза. Господи. Всё, успокойся. Успокойся. Господи, как мне теперь жить? Всё, дитя моё. Почему ты покинула меня? Доченька. Ну всё, успокойся, Дельноза. Она меня покинула. Теперь как мне жить? Ну возьми себя в руки. Доченька моя. Моё солнышко. Где ты теперь? Всё, успокойся, Дельноза. Возьми себя в руки. Всё, перестань. Всё. Доченька. Доченька. Моя доченька. Дельноза, перестань. Всё, хватит. Ты меня слышишь? Возьми себя в руки. Доченька. Смотри на меня, Дельноза. Всё. Я с тобой. Перестань. Успокойся. Она утонула. Всё, успокойся. Послушай. Всё будет хорошо. Она утонула. Сейчас немного отдохнёшь. Утонула. А потом поговорим. Доченька. Всё. Доченька. Всё. Успокойся. Всё. Всё. Это мы во всём виноваты. Она была маленькая. Мы не должны были её брать с собой. Я первая увидела, как она упала в воду. Никак не могу этого забыть. Ночами мне становится так страшно. А это зрелище тоже не выходит из моей головы. Мы не должны были туда идти. Ведь мама предупреждала нас. Она сказала... Не выходить из дома, когда я у бабушки. Во всём виноват тот Мансур. Если бы он не позвал нас, сейчас и рода была бы жива. Бехрос прав. Сейчас пойду к нему и покажу ему. Стой, Бехрос. Мы сами во всём виноваты. Мы не должны были пойти, когда он нас позвал. Да, ты права. Мы сами во всём виноваты. Зафар? Ты почему сидишь в темноте? Не включай свет. Эх, Зафар, Зафар. Брат, ты был прав. Ты всегда был прав. Я должен был послушаться тебе. Но я тебя огорчил. Поделиком. Ну что ты забыла. Я и проигрываю. Экод. Я и проигрываю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Идём дальше! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вы и мама, и я Ну посмотрите, папа Доченька, ещё две минуты, ты не мешай мне, потом посмотрю Видишь, я работаю Завтра я должен сдать отчёты Я сейчас их сравниваю Ладно Тогда поставлю свой рисунок на стол Посмотрите, когда освободитесь от дел Конечно, конечно Нет, не найти ни в чём мне утешение Терзает боль, как дикий злобный зверь Преследует, как тень, тяжёлые сомнения В душе растёт протест Не верь, не верь Папа Доченька, не верю сердцем я и не хочу поверить, что ты ушла, прекрасный мой цветок Тоску мою печаль ничем нельзя измерить Мил без тебя стал пуст и страшно одинок Мама Субтитры создавал DimaTorzok Давай я тебя обниму Моя хорошая доченька Субтитры создавал DimaTorzok Ты моя умница Ты моя родная дочка Сарвино, смотри, она думает, что Зибо это ирода Да? Да Сестра, отпустите Зибо Нет Отпустите её Нет, она ирода Отпустите Она моя сестра Не ваша дочь Она моя сестра Отпустите её Не отпущу Она моя ирода Она не Зибо Она ирода Убери руки Отпустите Где тогда ирода? Где моя дочка? Где она? Где моя ирода? Где? Это моя сестра, я не знаю Милая Ты здесь? Моя хорошая Доченька моя Доченька Ты была здесь, да? Вы пока посидите здесь Я сейчас позвоню маме Где мой телефон? Камола, почему ты нагрубила ей? Тебе не стыдно? Что? О чём ты говоришь? Я не нагрубила Не валяй мне дурака Пойми, ты поступила с ней Очень плохо Я поступила правильно, поняла? И не учи меня У неё была только одна дочь Она сама убила её Теперь хочет убить мою сестру Ты же взрослая девочка Ты должна сочувствовать ей Я такого не допущу Делай, что хочешь Бесполезно тебе говорить Где остальные? Ушли на кладбище Кроме нас никого нет дома? Нет Все ушли Дома только я, ты и Иро Прекрати этот спектакль Прекрати свой спектакль Раз уж такая заботливая Такая заботливая Почему не проявляла эту заботу Когда наша дочь была жива? Моя бедная сноха Всегда готовила ей завтрак А ты Ты всё время ссорилась со мной Надо было проявлять заботу Тогда В нужное время По-твоему, я во всём виновата Да Это всё твоя вина Ты убила мою дочь Думай, что говоришь Думаешь, я хотела, чтобы всё так вышло? Эй, послушай меня Не беси меня Думаешь, никто ничего не узнает Если будешь запираться в своей комнате? Мне сейчас хватает своего горя Ты не видишь, как мне трудно Думаешь, я хотела такой скорби? Я хотела смерти нашей дочери? Я никогда этого не желала Никогда Но всё так вышло Правильно? Правильно! Может, ты не хотела такого Но ты привела к этому Не оправдывайся передо мной Если бы ты копалась в интернете Не сто двадцать раз в день А два раза Так не случилось бы Чего ты добилась? Своими капризами Ты во всём виновата Если бы ты уделял времени Своей семье Такого бы не случилось Всё, прекрати Хватит Нечего обвинять меня Это всё твоя вина Я тебя никогда не прощу За твои поступки Хм Девушки отдыхают Поторопись, да что с тобой случилось, открой глаза Вот мама Дельноза, что с тобой, открой глаза, пожалуйста, открой глаза Брат, знаешь, может, может нам привезти Дельноза сюда? Вчера она попала в больницу Не знаю, ничего не могу сказать Ты сначала поговори с ней Что она скажет Потом решим, что делать Сестра права, брат Ее надо привезти домой Я сама позабочусь о ней Муниса, ведь у нее же есть семья, муж, свой дом Да, она потеряла ребенка Но это не значит, что всему конец Дай бог, у нее будет много детей По-моему, будет неправильно разлучить ее от своей семьи Эй, что ты имеешь в виду? Ничего Вставай, лучше принеси мне чаю В этом доме никто меня никогда не слушал Брат, ты только успокойся, пожалуйста Брат, не гречись, пожалуйста Слышали, что она сказала? Она права Сначала должны поговорить с Дельнозой Надо узнать ее мнение Что она скажет А потом решим, что нам делать Правильно говоришь Тогда ты сначала поговори с ней Потом все обсудим Ладно, брат Давайте, берите Ну все, поели? Нет еще, нет еще Давайте побыстрей Потом идите в свою комнату Почитайте книжки Вот тебе Ой, ни хуригань Ты хочешь мне что-то сказать? Да, Дельноза Я хотела поговорить с тобой наедине О чем? Как сказать? Ты только не обижайся на меня Хорошо, постараюсь В чем дело? Дельноза Одна мысль Давно не дает мне покоя Все вертится в голове Может причиной вашего горя И ваших ссор Вашего недопонимания с мужем Может быть был тот Несчастный случай Какой случай? Добрый день Как ты, сестра? Добрый день Не вставай А где Зафор? На работе Айрода В садике Послушай Сегодня я встретила Одну подругу Ну Ты сделала аборт Да? А это правда? Как ты могла так поступить? Ведь у тебя такая прекрасная семья Как человек может убить своего ребенка? Я не считаю свою семью прекрасной Очнись Не будь такой неблагодарной, Дельноза Ты меня очень разочаровала Могла бы посоветоваться со мной Зафар знает об этом? Нет Никто не знает А ты собираешься сказать ему об этом? Нет, я не собираюсь Я не хочу ни перед кем отчитываться Дельноза Я бы рассказала все твоему мужу и маме Но У меня есть совесть Понимаешь? Я боюсь Бога Не хочу, чтобы из-за меня разрушилась твоя семья А у тебя, оказывается, совсем нет совести Ты очень неблагодарная Незабываемые слова Ты Недостойна ребенка Ты недостойна называться матерью Постыдилась бы Сестра Я сама во всем виновата Почему я тогда ни с кем не посоветовалась? Здравствуй, Наркиза Сестра, ты? Зачем мы сюда приехали? Вылезай из машины Почему? Зачем? Вылезай, я тебе говорю Зафар Я не хочу так жить Я устал от всего Послушай меня, Зафар Я кому сказал? Давай, вылезай Вылезай, я тебе говорю Нет Давай С глаз долой С глаз долой Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама, тётя пришла! Что случилось? Дельноза? Дельноза, что с тобой? Тётушка, Бизот, твоя сестра пришла. Сардо, давайте в свои комнаты. Пошли! Дельноза, не плачь. Сестра? Что с тобой? Субтитры создавал DimaTorzok Дельноза очень плохо поступила, мама. Надо было посоветоваться с вами или с мужем. Или с ней хотя бы. Или ты призвала её к такому. Астафриллах, что ты несёшь? Я узнала обо всём, когда она уже сделала своё дело. Привет, Зафар. Как ты, сынок? Привет, брат. Садись. Где моя сноха? Сноха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Казахстан Добро пожаловать в 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 Казахстан